Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой сегодняшнего выпуска. Пошли денежки. Студенты и преподаватели Рязанского госуниверситета наконец-то добились выплат стипендий и зарплат. Разбойничков во строк. Рязанские полицейские задержали банду вооруженных преступников. Должно быть равновесие. Губернатор Олег Ковалев говорил в Касимове о проблемах взаимодействия в ветве власти. А теперь обо всем подробнее. Отзыв лицензии у Мастер Банка, как известно, привел к большим проблемам с оплатой по пластиковым картам. Эксперты говорят, что Мастер Банк был известен тем, что проводил активную политику на рынке эквайринга. Этот термин обозначает осуществление банком технологического информационного и расчетного обслуживания организации по операциям оплаты, проведенным с помощью платежных карт и на оборудование, предоставленным банком. Мастер Банк предлагал невысокие комиссии для компании с большими оборотами. В среднем его тарифы были дешевле на 15-20%. И отзыв лицензии у кредитной организации означал для торговцев отключение функции приема карт. Теперь освободившиеся ниши занимают другие банки, но это, как говорится, высокие денежные сферы и предмет информанализа специализированных изданий. В Рязани крах Мастер Банка совпал с приостановкой выплат студенческих стипендий и зарплат преподавателям Рязанского госуниверситета, хотя, как известно, РГУ сотрудничает с Рязанским Живаго Банком. Проблема сейчас вроде бы решается. В кассе университета работают банковские специалисты и деньги выдаются. Из Рязанского государственного университета репортаж Оксаны Тебенихиной. После отзыва лицензии у Мастер Банка сотрудники РГУ и студенты, получающие стипендию, не могут снять деньги с карт Живаго Банка. Дело в том, что Мастер Банк уже много лет является партнером для Рязанского Живаго, а последний, в свою очередь, является партнером РГУ. Поначалу сотрудники университета поддались панике, ведь их зарплатные карточки не принимали ни на кассах магазинов, ни в банкоматах. Для того, чтобы решить проблему с получением денег, в наш вуз были направлены сотрудники Живаго Банка. Два дня, четверг-пятница, они в нашей кассе выдавали заработную плату работникам. Денежные средства можно получить не только здесь, в кассе, ожидая очередь, но можно в любое удобное время в любом операционном отделении Живаго Банка в нашем городе. Сейчас у нас подошло время стипендий для наших студентов, и сегодня утром по договоренности, опять-таки, с высшим руководством Живаго Банка, решено организовать также выдачу стипендий до конца этой недели в кассе нашего вуза. Ну и, естественно, все желающие могут в операционные часы получить в кассах Живаго Банка. Видел по телевидению, что всякие проблемы, но в целом все нормально. Ты свою стипендию получишь в срок? Да, я уже ее получил, забрал, то есть у меня на карточке находились деньги, я сходил, снял, все нормально, все как раз работали. То есть довольно-таки быстро все получилось. Чувства такие неприятные были, но я поехал сразу же в банк. Мне как бы доставило, конечно, неудобство ехать из района, из другого в центр, но я приехал, все, ну очередей не было. То есть как бы все быстро мне оформили, и я спокойно ушел своими деньгами. Съездил в банк, получил стипендию. Сейчас же Вага Банк, как и другие, в экстренном порядке ищет нового партнера. Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Мастербанка 20 ноября. В качестве причины отзыва называется недостаточность отчетных данных, низкое качество кредитов и утрата капитала. Также сегодня стало известно, что Сбербанк России ВТБ-24 выиграли конкурс по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Мастербанка, причем прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам Мастербанка, начнутся 4 декабря этого года, сообщает Российская газета. Других людей, которые тоже работали с деньгами, задержали рязанские оперативники. Разумеется, речь идет о криминальных специалистах, да еще самого сурового направления деятельности – о разбойниках. Некоторые подробности у Глеба Галушкина. Это видео задержания трех грабителей было сделано в одном из элитных домов Рязани. О разбойном нападении оперативникам стало известно накануне. Полицейские устроили злоумышленникам засаду, в квартире их уже ждали бойцы СОБРа. При обыске у грабителей изъяли целый арсенал оружия – охотничий обрез, сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, гранату РГД-5. Задержанные так и не смогли вразумительно объяснить рязанским полицейским, как они оказались в квартире. Давай, давай, как пришел, как что? Ну как так? Ну как, что у вас? Ну давай, давай, рассказывай. Ну что я? Что случилось? Уже вечером в ходе обыска в квартире одного из задержанных полицейские обнаружили большую коллекцию ножей, огнестрельного оружия, а также рации. В качестве будущих потерпевших избирались наиболее богатые жители города Рязани. В настоящее время в отношении данных лиц в качестве меры поисчения избранного за содержание под стражей проводится расследование. Данным лицам грозит до 15 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее никто из задержанных грабителей не привлекался и не попадал в поле зрения правоохранителей. В Рязани на улице Западной в автоаварии погибли двое совсем молодых ребят. Одному 21, второму вообще 17 лет. Это было вчера. Еще двое участников аварии сейчас в больнице. О том, как и почему в городе, на дороге произошла такая трагедия, сегодня узнавала Оксана Тебенихина. В понедельник на улице Западной произошло страшное ДТП. Водитель 12-й, не справившись с управлением, вылетел навстречку, где по злой иронии судьбы двигался грузовик. Столкновение было неизбежным. В салоне легковушки находилось четверо молодых людей. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира легкового автомобиля, 17-летний юноша и 21-летний молодой человек от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель авто с множественными травмами госпитализированы в больницу. В Касимове намерены вернуть в площади Ленина историческое название «Сенная площадь». На этот счет даже состоялись публичные слушания и даже не в пользу Ильича. Против ленинского названия высказалось более 100 человек, а еще более 700 подписали петицию в пользу переименования площади в Сенуе, как оно раньше было. Так что Касимов потихоньку бурлит. Недавно во второй по размерам город региона приезжал с рабочим визитом губернатор Олег Ковалев. В совещании по вопросам повышения эффективности развития Касимова глава области начал многозначительно, сказав, что город играет особую роль в регионе и все процессы, происходящие в нем, находятся под самым пристальным вниманием со стороны областного правительства. Губернатор, например, сразу раскритиковал рекламные баннеры, которыми закрыты исторические здания Касимова. По его мнению, старинный город из-за этого теряет свое историческое лицо, ухудшается его имидж, туристическая и инвестиционная привлекательность. Также губернатор недвусмысленно заявил, что в Касимове, по его мнению, есть определенное недопонимание функций исполнительной и представительной власти города, что отражается не только на качестве взаимодействия между чиновниками и депутатами, но и негативно влияет на эффективность управления городом. А стоит напомнить, что председателем Касимовской городской думы сейчас является небезызвестный в Рязани Федор Парваторов, а главой администрации Михаил Васильев. Надо понимать, что Федор Иванович, как тот пострел везде, успел и активно пытается влиять на решение исполнительной ветви власти и в Касимове. Олег Ковалев во время визита подчеркнул, что именно администрация должна заниматься решением хозяйственных вопросов, а депутаты не имеют права вмешиваться в ее деятельность. Их задача контроль. Дума может заслушивать замов главы, согласовывать назначения, выражать недоверие, принимать бюджет, но не подменять с собой функции исполнительной ветви власти. Также Касимовской думе досталось на орехи в плане критики с намерением увеличить численность аппарата. На самом деле это идет в разрез с намерением российской и соответственно региональной власти сократить количество чиновников на 12%. Сейчас затраты должны быть оптимизированы. Надо затянуть пояса и активизировать работу над тем, чтобы экономика на местах в целом в регионе обеспечила перспективу роста, возможность без перебоев выполнять социальные обязательства перед людьми, исполнить указы президента Путина о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы. И это наши первоочередные задачи на текущий момент, а не увеличение штата аппарата, заявил губернатор Олег Ковалев. Надо напомнить, что стиль работы Федора Проваторова давно раздражал главу региона. Так, на заседании областного правительства в прошлом апреле, когда Проваторов возглавлял Рязанскую гордуму Ковалев, прямо и довольно резко заявил присутствовавшему Федору Ивановичу. «Вы человек ловкий, ничего не делайте просто так. С какой целью вы вбиваете к линии между исполнительной властью и депутатами? Поймать золотую рыбку в мутной воде или укрепить свой имидж теневого хозяина города? Хватит Рязани таких хозяев. Время их прошло без возврата». Тогда же, напомним, губернатор предложил Проватору уйти в отставку. Им, как известно, это предложение было позже принято, но весьма и весьма неохотно. Проваторов удалился из Рязани в Касимов и затем был выбран там главой гордумы. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи завтра в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин